Глава 11. Силы природы и объединения физики Как говорилось в главе 3, было бы очень трудно построить полную объединенную теорию всего во Вселенной одним махом. Вместо этого мы двигались вперед путем создания частных теорий, которые описывают ограниченный круг явлений, пренебрегая другими эффектами или давая им приближенную численную оценку. Известные нам на сегодня законы физики содержат много числовых величин, подобных заряду электрона или отношению масс с протона и электрона, которые мы не можем, по крайней мере, пока вывести из теории. Мы вынуждены определять их опытным путем и подставлять в уравнения. Одни называют эти числа фундаментальными константами, другие – подгоночными коэффициентами. Но какой бы точки зрения вы не придерживались, остается весьма примечательным фактом то, что значения подобных чисел как будто специально выбраны так, чтобы сделать возможным развитие жизни. Например, если бы заряд электрона был немного другим, это нарушило бы баланс электромагнитных и гравитационных сил в звездах, и они либо не смогли бы сжигать водород и гелий, либо перестали бы взрываться. Можно надеяться, что в конце концов будет создана полная последовательная объединенная теория, которая вберет в себя все частные теории, как приближение, и которую не нужно будет подгонять под наблюдаемые факты подбором произвольных постоянных вроде величины заряда электрона. Поиски такой теории известны как работа по объединению физики. Эйнштейн в свои последние годы потратил много времени, безуспешно пытаясь нащупать подступы к объединенной теории, но час ее тогда еще не пробил. Существовали частные теории гравитационного и электромагнитного взаимодействий, но очень мало было известно о ядерных силах. Кроме того, Эйнштейн отказался признавать реальность квантовой механики, несмотря на ту важную роль, которую сыграл в ее развитии. Однако принцип неопределенности, похоже, является фундаментальным свойством Вселенной, в которой мы живем. Поэтому состоятельная объединенная теория непременно должна включать в себя этот принцип. Перспективы создания такой теории сегодня выглядят намного реалистичнее, потому что мы гораздо больше знаем о Вселенной. Но следует остерегаться излишней самонадеянности. Нас уже посещали ложные озарения. В начале двадцатого столетия, например, считалось, что все можно объяснить в терминах свойств непрерывной материи, таких как упругость и теплопроводность. Открытие строения атома и принципа неопределенности положили решительный конец этому убеждению. И вновь в 1928 году лауреат Нобелевской премии физик Макс Борн сказал группе посетителей Геттенгенского университета. «Физике, какой мы ее знаем, через шесть месяцев придет конец». Его уверенность основывалась на недавнем открытии Дирака, уравнении которое описывала Электрон. Тогда полагали, что подобное уравнение будет выведено и для протона, единственной известной в то время другой частицы, и это станет концом теоретической физики. Однако открытие нейтрона и ядерных сил перечеркнуло данную возможность. Несмотря на сказанное, существуют основания для осторожного оптимизма. Возможно, наши поиски абсолютных законов природы все же близятся к завершению. Квантовая механика предполагает, что носителями всех сил, то есть взаимодействий между частицами материи, тоже являются частицы. Таким образом, частица материи, скажем, электрон или кварк, испускает частицу, выступающую носителем взаимодействия. Отдача от ее испускания изменяет скорость частицы материи, подобно тому, как выстрел заставляет пушку откатываться назад. Частица, переносчик взаимодействия сталкивается с другой частицей материи и поглощается ею, изменяя ее движение. В конечном счете, испускание и поглощение дает тот же самый результат, как если бы существовала сила, действующая между двумя частицами материи. Каждое взаимодействие переносится частицами особого типа. Если частицы, переносящие взаимодействие, обладают большой массой, это затрудняет их образование и обмен ими на значительных расстояниях. Так что взаимодействия, носителями которых они выступают, имеют относительно небольшой радиус действия. И напротив, при переносе взаимодействия частицами, не имеющими собственной массы, радиус действия силы существенно увеличивается. Частицы-переносчики взаимодействий, которыми обмениваются частицы материи, называются виртуальными, потому что, в отличие от реальных, их нельзя непосредственно обнаружить при помощи детектора частиц. Мы знаем, однако, что они существуют благодаря порождаемому ими и поддающемуся измерению эффекту. Они порождают взаимодействие между частицами материи. Частицы-переносчики можно разделить на четыре категории. Нужно подчеркнуть, что это деление на четыре класса является искусственным, оно принято для удобства построения частных теорий и не несет в себе более глубокого смысла. Большинство физиков надеются выйти, в конце концов, на объединенную теорию, которая представит все четыре взаимодействия, как разные аспекты единственного взаимодействия. Пожалуй, многие согласятся, что это главная цель современной физики. Первую категорию составляет гравитационное взаимодействие. Это универсальная сила, то есть каждая частица испытывает на себе действие гравитации соразмерно своей массе или энергии. Гравитационное притяжение можно представить как обмен виртуальными частицами, называемыми гравитонами. Гравитация, самая слабая из четырех сил, намного слабее остальных. Она настолько слаба, что мы вообще не замечали бы ее, если бы не два ее особых свойства. Она может действовать на больших расстояниях, и она всегда притягивает. Это означает, что самые слабые гравитационные силы между отдельными частицами двух больших тел типа Земли и Солнца способны складываться в суммарную, весьма существенную силу. Три другие силы, либо короткодействующие, либо могут как притягивать, так и отталкивать, а потому обнаруживают тенденцию к взаимному погашению. Следующая категория – электромагнитное взаимодействие, возникающее между электрически заряженными частицами, такими как электроны и кварки, но не влияющие на нейтральные частицы типа нейтрино. Электромагнитное взаимодействие намного сильнее гравитации. Электрические силы между двумя электронами приблизительно в миллион миллионов 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 единица с 42 нулями раз сильнее гравитационных. Однако электрический заряд бывает двух типов – положительный и отрицательный. Между двумя положительными или двумя отрицательными зарядами возникает отталкивание, а между положительным и отрицательным – притяжение. Большое тело, вроде Земли или Солнца, содержит почти равное число положительных и отрицательных зарядов. Таким образом, притяжение и отталкивание между отдельными частицами почти уравновешивают друг друга, и результирующая электромагнитная сила очень невелика. Однако в масштабах атомов и молекул электромагнитные силы доминируют. Электромагнитное притяжение между отрицательно заряженными электронами и положительно заряженными протонами атомного ядра удерживает электроны на орбите вокруг ядра атома, так же, как гравитационное притяжение заставляет Землю обращаться вокруг Солнца. Электромагнитное притяжение принято объяснять обменом большим количеством частиц, называемых фотонами. Опять-таки, эти фотоны – виртуальные частицы. Но когда электрон перемещается с одной орбиты на другую, ближе к ядру, высвобождается энергия и испускается реальный фотон. При подходящей длине волны его может регистрировать человеческий глаз или такой детектор фотонов, как, например, фотопленка. И наоборот, когда реальный фотон сталкивается с атомом, он может переместить электрон на более удаленную от ядра орбиту. На это уходит энергия фотона, и потому он поглощается. Третья категория называется слабым ядерным взаимодействием. В повседневной жизни мы не сталкиваемся с ним непосредственно. Слабое взаимодействие ответственно за радиоактивность, самопроизвольный распад атомных ядер. Природа слабых ядерных сил оставалась не вполне ясной до 1967 года, когда Авдус Салам из Имперского колледжа в Лондоне и Стивен Вайнберг из Гарварда, независимо друг от друга, предложили теории, которые объединили слабое взаимодействие с электромагнитным. Подобно тому, как примерно веком раньше, Максвелл объединил учения об электричестве и магнетизме. Теоретические предсказания подтвердились настолько точно, что в 1979 году Салам и Вайнберг были удостоены Нобелевской премии по физике вместе с еще одним ученым из Гарварда Шелдоном Глэйшоу, который тоже предложил похожую объединенную теорию электромагнитных и слабых ядерных сил. В четвертую категорию входит самое мощное из всех сильное ядерное взаимодействие. Оно также не имеет непосредственного отношения к нашему повседневному опыту, но это та самая сила, которая скрепляет большую часть окружающего нас мира. Она удерживает кварки внутри протонов и нейтронов и не дает протонам и нейтронам покинуть ядро атома. Если бы не она, отталкивание положительно заряженных протонов разорвало бы все атомные ядра во Вселенной, кроме ядер водорода, состоящих из одного протона. Переносчиком сильного ядерного взаимодействия считается глюон, частица, которая взаимодействует только сама с собой и с кварками. Примечание. От английского «glue» – клей. Конец примечания. Успешное объединение электромагнитного и слабого ядерного взаимодействий подтолкнуло к множеству попыток присовокупить к ним концепцию сильного ядерного взаимодействия в рамках доктрины, названной «великим объединением». В этом названии есть доля преувеличения, получающиеся теории не такие уж великие и не вполне объединенные, раз они не включают гравитацию. Примечание. В русскоязычной литературе объединенные теории трех взаимодействий электромагнитного, слабого и сильного принято называть «большим объединением». Термин «великое объединение» резервируется для единой теории всего, которая должна включать все четыре известных взаимодействия. Конец примечания. Кроме того, эти объединенные теории не назовешь полными, поскольку они содержат множество параметров, величину которых нельзя предсказать теоретически. Ее приходится подбирать экспериментально. Но, так или иначе, эти теории могут стать очередным шагом к полно исчерпывающей объединенной теории. Главная трудность при поиске теории, объединяющей гравитацию с другими взаимодействиями, состоит в том, что общая теория относительности, описывающая гравитацию, является единственной не квантовой теорией. Она не принимает во внимание принцип неопределенности. Частные теории, описывающие все остальные взаимодействия, основываются на квантовой механике, и поэтому для объединения с ними теории гравитации требуется найти способ, позволяющий включить принцип неопределенности в общую теорию относительности, то есть сформулировать квантовую теорию гравитации, задача, которую пока никто не смог решить. Создать квантовую теорию гравитации оттого так трудно, что в соответствии с принципом неопределенности даже пустое пространство заполнено виртуальными парами частица-античастица. В противном случае, если бы пустое в кавычках пространство было действительно совершенно пустым, все поля, гравитационное, электромагнитное и другие, были бы в точности равны нулю. Однако величина поля и скорость ее изменения во времени связаны между собой так же, как положение частицы и ее скорость, то есть изменение положения. Из принципа неопределенности вытекает, что чем точнее мы знаем одну из этих величин, тем менее точны наши знания о другой. Если бы поле в пустом пространстве было в точности равно нулю, оно имело бы и точную, нулевую, величину, и точную, опять-таки нулевую, скорость изменения, что противоречило бы принципу неопределенности. Таким образом должен существовать некоторый минимальный уровень неопределенности или квантовых флуктуаций величины поля. Эти колебания можно рассматривать как пары частиц, которые вместе появляются в некоторый момент, разлетаются, а затем вновь сближаются и аннигилируют. Это виртуальные частицы, подобные тем, что служат переносчиками взаимодействий. В отличие от реальных частиц, их невозможно непосредственно наблюдать с помощью детекторов частиц. Однако порождаемые ими косвенные проявления, такие как небольшие изменения энергии электронных орбит, поддаются измерению и поразительно точно согласуются с теоретическими предсказаниями. В случае флуктуации электромагнитного поля речь идет о виртуальных фотонах, а в случае флуктуации гравитационного поля о виртуальных гравитонах. Однако флуктуации полей слабого и сильного взаимодействия представляют собой виртуальные пары частиц вещества, таких как электроны и кварки. В подобных виртуальных парах один элемент будет частицей, а другой античастицей. В случае света и гравитации частицы и античастицы одинаковы. Проблема в том, что виртуальные частицы обладают энергией. И поскольку существует бесконечное число пар виртуальных частиц, они фактически должны были бы иметь бесконечную энергию, а значит, в соответствии с известным уравнением Эйнштейна, Е равняется М умноженное на С в квадрате и бесконечную массу. Согласно общей теории относительности, это привело бы к такому гравитационному искривлению пространства, что Вселенная сжалась бы до бесконечно малых размеров. Однако ничего подобного явно не происходит. Аналогичные, по-видимому, абсурдные бесконечности возникают и в других частных теориях сильного, слабого и электромагнитного взаимодействий. Но для них существует так называемая процедура перенормировки, которая позволяет избавляться от бесконечностей, благодаря ей мы и смогли создать квантовые теории этих взаимодействий. Перенормировка вводит новые бесконечности, которые математически сокращаются с бесконечностями, возникающими в теории. Однако это сокращение не обязательно должно быть полным. Можно выбрать новые бесконечности так, чтобы при сокращении получался небольшой остаток. Эти остатки называются перенормированными величинами. Хотя подобная операция довольно сомнительна с точки зрения математики, она, кажется, все-таки работает. Ее применение в теориях сильного, слабого и электромагнитного взаимодействий дает предсказания, которые невероятно точно согласуются с наблюдениями. Тем не менее, использование перенормировки для поисков полной физической теории имеет серьезный недостаток. Поскольку означает, что массы частиц и силы взаимодействий нельзя предсказать теоретически, а следует подгонять под результаты экспериментов. Попытки применить перенормировку для устранения квантовых бесконечностей из общей теории относительности пока позволили привести к желаемому виду только две величины силу тяготения и космологическую постоянную, которую Эйнштейн ввел в свое уравнение, будучи уверен, что Вселенная не расширяется. Как выясняется, их корректировки недостаточно для избавления от всех бесконечностей. Поэтому квантовая теория гравитации продолжает предсказывать, что некоторые величины, например, искривление пространства-времени, бесконечны, тогда как на практике они вполне поддаются измерению и оказываются конечными. Ученые давно подозревали, что данное обстоятельство станет преградой на пути включения принципа неопределенности в общую теорию относительности. Но в 1972 году их опасения были, наконец, подкреплены детальными вычислениями. Четырьмя годами позже было предложено возможное решение проблемы, названное супергравитацией. К несчастью, выяснение того, оставляет ли супергравитация место для каких-либо бесконечностей, требовало настолько сложных и трудоемких вычислений, что никто за них не взялся. По предварительным оценкам, даже компьютеру на это потребовались бы годы, и очень высока вероятность того, что в подсчеты вкралась бы по крайней мере одна ошибка, а вероятно и больше. Так что удостовериться в правильности результата можно было бы только в том случае, если бы кто-то еще повторил вычисление и получил тот же самый итог, что представлялось крайне маловероятным. Несмотря на эти проблемы и на то, что частицы, фигурирующие в теориях супергравитации, похоже, никак не соотносились с известными науке частицами, большинство ученых полагало, что супергравитация поддается перенормировке и, вероятно, является решением проблемы объединения физики. Она казалась наилучшим способом объединить гравитацию с остальными взаимодействиями. Но вот в 1984 году произошел знаменательный поворот в сторону семейства теорий, называемых теориями струн. До появления теорий струн считалось, что каждая из фундаментальных элементарных частиц может находиться в определенной точке пространства. В теориях струн фундаментальные объекты не точечные частицы, а протяженные. Они имеют длину, но никаких других измерений подобно струне с бесконечно малым поперечным сечением. Эти объекты могут иметь концы, так называемые открытые струны, или сворачиваться в кольцо, замкнутые струны. Частица в каждый момент времени занимает одну точку пространства. Струна же в каждый момент времени занимает в пространстве линию. Две струны могут слиться в одну. В случае открытых струн просто соединяются их концы, а в случае закрытых это напоминает соединение штанин в одной паре брюк. Примечание. Так выглядит процесс слияния струн на трехмерной пространственно-временной диаграмме, где два измерения пространственные, а одно временное. значительно более подобное популярное описание теории струн дается в замечательной книге Брайана Грина «Элегантная вселенная. Супер струны, скрытые размеренности и поиски окончательной теории». Москва, 2004 год. Конец примечания. Точно так же одна струна может разделиться на две. Если элементарные объекты во Вселенной представляют собой струны, что же такое тогда точечные частицы, которые мы похоже наблюдаем в экспериментах? В теориях струн, то, что ранее считалось различными точечными частицами, рассматриваются как различные виды волн, распространяющихся по струнам, вроде тех, что пробегают по вибрирующей бечевке воздушного змея. Сами же струны вместе со своими колебаниями настолько малы, что даже лучшие наши технологии не способны выявить струны. Субтитры создавал DimaTorzok